Камера, мотор, начали! Ну что же, сразу мы очутились на главной площади Милана, пьяцци дома. Лиза говорит, она тут театр ласкала. Чего вы так быстро? Я и не снял. Слушайте, ну прям чувствуется энергетика города. Такие все живые, модные. Я, по-моему, молодежные, туристов много. Мотоциклы, мопеды, комиссар катания. Ну, в общем, все здесь. Просека. Прием, прием. Так, ну что же, всем привет. Наконец-то... Мы повторно в Италии. 3, 2, 1, да. Наконец-то мы выбрались из Германии. И сегодня мы находимся в метро. Пока мы не знаем, какой это город. Ну, там вот на заднем фоне понятно, что за страна. Ну, ладно, ребята, где мы? В Италии. В каком городе? В Милане. Отлично. Хоть кто-то знает из нашей семьи, где мы находимся. В общем, ребята, приехали в столицу моды. Но пока мы здесь находимся уже полдня, от моды ничего не видно. Мы поселились в таком районе, что даже не будем показывать. Очень модный район. Приехали в центр погулять. Наконец-то жара спала, потому что была жара 35 градусов. Сейчас 30. Самое время. Будем выходить из подземелья. Вот это мы вышли из метро. Так, ну, наконец-то так и мы вышли. И вышли в самом центре. Ну, что же, и сразу мы очутились на главной площади Милана, пьяцца дома. Позади одноименный собор. Как всегда, в большом городе туристическо много туристов. Ну, что поделать? Куда же без них? Погуляем чуть-чуть, посмотрим, что тут интересного. Пассаж, вернисаж, массаж и так далее. Вот так вот захватим в кадр этот собор. Потрясающе выглядит. Лена, я считаю, что все, насмотрелись и можно ехать обратно. Там уже вино охладилось. Вот и весь Милан. Всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Кстати, хотел вам сказать, что мы в Милан приехали не просто так, да? Доча. Зачем мы приехали в Милан? На концерт. На какой такой концерт? На концерт кип-поп-группы. Какой поп-группы? Стрейк-кидз. О-о, вот так вот. Так что завтра мы идем на концерт. Зачем они идут, а я буду гулять. Корейская группа Стрейк-кидз, кто знает. Поэтому прогулка по Милану это такое себе. Так, бонусом. Основная цель это подарок дочери. Ее первый такой масштабный концерт на стадионе. Тем более не просто там каких-то местечковых артистов, а корейских поп-звезд. Мария Наскенти. А вот обратите внимание, пассаж. Красавец. Ребята, прикармливают горубей, чтобы сделали фото. За пару копеечек. Свистят, кидают им зерна. И продают, так сказать, воздух. Торгуют воздухом. А тут фотосессия. Так, короче, что-то у них не получается. Голуби, по идее, должны залететь на руки. О, залетел один. И кушать. Красота. Я думаю, стоит подойти поближе. Ох, голубь сейчас пролетел. Вот так. Поближе рассмотреть. Сейчас вам покажу, как тут красиво все оформлено. Можно стоять полдня, рассматривать, насколько это все детально. Рассмотреть. Вот наша банда на этот выпуск. Я вообще не знаю ничего. Они готовили. Я их вообще не знаю. Я их вообще не знаю. Не, но они знают, куда идти. Я вообще не знаю ничего. Я просто оператором. Меня наняли. Тиффани. Вон там опероль терраса. Для любителя опероля. Сейчас пойдем вот сюда, в пассаж. Так, заходим, заходим в пассаж. Это все столица моды Милан. И одни модники. Вообще одни модники, я вам говорю, ребята. На самом деле Милан город контрастов. Я чуть позже покажу вам метро чуть-чуть и райончик, в котором мы живем. А также будет обзор на квартиру. Полностью посмотрите и узнаете цену этой квартиры и что в ней есть и так далее и тому подобное. Да? Да. Но вот мы уже полчаса здесь. И как обычно мы захотели кушать. Ну, не мы, а вы. А мы, но мы это вы. Не-не-не. Не-не-не. Я не. Не моя. Но красиво. Давайте чуть-чуть покажу вам пассаж. Красота-то какая. Красотки. Туристки. Пассажные. Пассажные. Так, выскочили. Тут банка коммерциали итальяна. Тут что-то на реконструкции. Так, ребята, вот так вот выходишь с этой стороны. Как это театр называют? Это не театр, это банк. А, это банк. А, я понял. Вот где банк коммерциали. Сразу можно попить водички. Сейчас мы этим и займемся. Жарко. Жарко. Сколько время? 19.30. На градуснике 29. Поэтому мы будем сегодня гулять до позднего вечера. А завтра проснёмся. Лиза говорит, она тут театр ласкала. И на самом деле вот позади меня театр ласкала. Там, правда, на реставрации фасад не всё видно. Там видна очередь. Видимо, какое-то представление будет. И будем подходить, отвлекать людей, беспокоить. Ну, это, кстати, он находится недалеко. Ну, рядом вот с этим коммерциевским банком. Этот театр известен тем, что он древний там какой-то. Ну, как и всё в Италии. Всё очень древнее. Как, собственно говоря, и мы чуть-чуть древние уже. А вот обратите внимание, как прикольно... Как прикольно людишки тут на мопедах ездят. Просто свадьба на мопедах. Какая-то. Не, ну это же прикольно. Это вот итальянский колорит. Погнали! Слушайте, ну прям чувствуется энергетика города. Такие все живые, модные. Я волнуют, молодежные, стильные, туристов много. Мотоциклы, мопеды, комиссар катания. Ну, в общем, всё здесь едет. Так, Елизавета, Ванька. А мы куда идём? Да и нам скажи. Идём на улицу. Красных фонарей? Наполеона. На улицу Наполеона? Бантов. А, Бантов, отлично. Она говорит, что там сейчас будет золотой ламборгини. Сейчас посмотрим. А потом идём кушать. Хочу вам показать... Не, не её. Хочу показать вот дверь какая-то. Красивая. Старинная. Так, знаешь, мы прошли 10 минут. Тут такой братан сидит. Жан-братан. Вроде вышли на эту улицу. Что-то я пока не вижу золотых ламборгини. Мне кажется, Лизок нас развела немного, да? Лиза, где золотые ламборгини? Пока Мерседесы. А, только Мерседесы. Мерседесы у нас и в Германии есть. Это памятник. В общем, это улица, ребята, чтобы вы понимали, всяких бутиков. Роликсы, Прадо, Гучинелли и так далее. Монблан. Вот. Просто улица дорогих бутиков. Например, там, сейчас покажу, что тут есть. Тарангамова, Тарангамова. Такое не слышал. Там, в заднем плане, Валентина. И тут Валентина. И Светлана. Ездит Бентли. В принципе, атмосферка такая, знаете. На уверенном, на уверенном. Все ходят тут, да. Магазины все уже закрыты, к сожалению. Хотел, да, хотя бы померить Роликсы. Вот и Балентияга, ребята. Я еще сумки не снимал, конечно. Да, Зай? О, вот это нормальные, блин, тяги. Так, значит, мне кажется, нет тут никаких Мерседесов, Ламборгини. Они в выходные дни приезжают. Да, да, да. Что-то тут. Мне кажется, мы нарушили их покой. Надо идти вот там вот магазин Кортье. Луис Виттон. Да, конечно, все закрыто. Вот, допустим, давай посмотрим, что тут, по чем. Мурер. Мурер. Ну, вы знаете, жакет. Да, вот этот жакет стоит 2,25 евро. А, 2,25 евро. Да. Ребята, что я могу сказать? Не жили богатый, не надо начинать. Все абсолютно верно. Хотя, знаете, это ж понты. А понты это всегда было в моде. Ну, а это столица моды, это Галан. Как бы не особо люди хотят, чтобы что-то тут снималось. Все ходят, шифруются. Но сегодня все закрыто, потому что уже поздний вечер. Поэтому пойдем мы дальше. Ребята, мы увидели, нашли золотую машину. Я вам сейчас покажу. Это пушка. Это круче золотого ламборджини. Это золотой смарт. Вот она, типичная улочка Милана. Мотороллеры, мопеды, мотоциклы, велосипеды. Ну, и туристы, конечно. Куда без них, туристы. Маленькие туристы, постарше туристы. Хватает тут. Так, друзья, дошли мы в едальню. Называется кафе Датзиро, пиццерия Терракторио. Поэтому стоим в очереди, ждем место. Популярное оказалось место. Окей, супер, проходим. Так, сказали, пройдите в подвал. Чуть-чуть остудитесь. Тут секретные лабиринты. Отлично. Тут, видишь, в зале, на втором этаже и на первом. Ну, в подвале есть места. Мне это напоминает. Помнишь, что в кафе в Грузии мы стояли, ждали очередь тоже? А, да. О, это тут чудесно. Вообще. Супер, ребята. О, супер. Наша компания за таким столиком. Тут винишко, винный погреб. Это ящики. Вот так называется. Дизерго. Так, ну вот, ребята, тут цены на пиццы. В принципе, в принципе, отличные цены. Паста, а вот вино. Так, ну, в общем, мы ушли с этого барчика, кафе-шишки. Никто не захотел кушать пиццу. Все хотят пасты. А там пасты не оказалось. Поэтому Лиза взяла управление в свои руки. Сейчас ведет нас кушать пасту. Ну, ты мне скажи, ты тут проголодалась уже? Нет. Ну, как это? А может, пирочек отзываешь? Да, это естественно. Это не обсуждаемо. Мы такие красненькие. Так, ребята, ну мы зашли в очередное кафе. Все-таки Лиза нас довела. До белого ламборджини. Сейчас будем кушать хлеб. Нам уже принесли хлеб. Мы заказали два ведра хлеба. Сейчас будем на скорость кушать. Семья Мызе и семья Мызе. По-другому, шестки. Дайчик, давай. Дайчик, давай. Я... Ротбит карпаччо. Такое заказала. Ты только как джойстику принесли. В миске. Может, от руки мыть? Ты сейчас будешь пить, а они на тебя посмотрят. В общем, ребята, принесли все со скоростью звука начинать сносить. Пармиджано? Это что? Пармиджано. Я сезон сезон. Это что? Она сразу сезон. Это он ей что-то хотел. Да, да. Это что? Это пармиджано. Все, она знает. Так, мое пармиджано принесли. Так что это такое, Лена? Это я. Ты попробуй. Надеюсь, это вино. Попробуй. Точно можно. Может, это уксус? Ну, это, конечно, вино. Но я видела, она с виной бутылки. Ну да, вон той бутылки. Вон той розовой. А вон там висят эти. Так, ну так прикольно все, вкусненько вы любите. Маста пошла. Я, правда, перепутал внутрь. Перенем еще. Ну еще, столько еды. На чисто. Что, ребята, приятного аппетита вам. Спасибо. Девочка. Короче, салаты тут тоже в тазике. Ну и как же, морковка-корейская. Что это ее ем, как она называется? Тебе на чисто итальянском? Да. Не знаю. Баклежаны под сыром. Как это вкусно? Как? Здесь очень быстро принесли нам все вообще, момента. А как так быстро нам все принесли? Так, ну все, мы объелись, поели. Все шикарно. В принципе, относительно недорого. Средний чек где-то. Это получается, что средний чек у нас 15 евро на человека, да, где-то? Ну да. Не, не, 20. 20 евро. Ну хорошо. Вот так вот это заведение называется. Прикольно. Будем выдвигаться в сторону дома. Короче, увидимся завтра. Все, давайте. Спокойной ночи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok